Военные грузовики, бронетранспортеры, мотоциклы, а также около тысячи китайских военнослужащих стянуты в приграничный с Гонконгом город Шэньчжэнь. Для размещения военной техники местные власти выделили целый стадион, где по официальной версии проходят военные учения. Госдепартамент США беспокоен, что маневры могут быть лишь предлогом для насильственного разгона демонстраций, не прекращающихся в Гонконге уже более двух месяцев. Я беспокоен, потому что не хотел бы видеть насильственных действий в отношении демонстрантов. Прошлой ночью я вспомнил о наших отношениях с президентом Си. Он мне очень нравится, мы с ним хорошо ладим. Я уверен, если бы Си Цзиньпин сел за стол переговоров с протестующими, эту проблему можно было бы решить за 15 минут. На прошлой неделе самый богатый человек Гонконга и один из богатейших людей мира, миллиардер Ли Кашин, распространил в СМИ публичное обращение, в котором призвал власти прекратить насилие и назвал это первоочередной задачей для Китая. Французский альпинист поддерживает местного миллиардера Ален Руберб разместил на одном из небоскребов Гонконга полотнище, символизирующее призыв к миру после нескольких месяцев неутихающих протестов против закона об экстрадиции, а также за проведение демократических реформ в Китае.